Игромания может содержать примеси пира и клептомания. Субтитры создавал DimaTorzok Главная новость индустрии на этой неделе. 21 января в Сиэтле прошла презентация Microsoft Windows 10. Новая операционная система совместит в себе все лучшее, что есть в семерке и восьмерке. К примеру, вернется привычное меню пуск, но оно будет совмещено с новым плиточным интерфейсом, и спорить о том, как удобнее, станет попросту незачем. Проапгрейдиться до новой системы, кстати, можно будет совершенно бесплатно в течение года после ее релиза. Но куда интереснее то, что Microsoft анонсировала систему HoloLens — голографический шлем, который способен накладывать на мир вокруг человека искусственно созданную реальность. Показанное видео выглядит словно кадры фантастического киберпанка. В нем люди ходят по Марсу, не покидая кабинетов, ремонтируют сантехнику, пользуясь в качестве помощи нарисованными в воздухе стрелками и пробивают в стенах отверстия в кубические меры. В ролике шлем показан лишь издали и без подробностей лишь в виде концепта, но Microsoft специально собрала прессу с анонса Windows 10 в Редмонде и под большим секретом продемонстрировала рабочее устройство в действии. Отзывы таковы. Microsoft HoloLens выглядит как прототип, и до его выхода на рынок еще очень далеко. Однако эффект есть, изображение есть, и шлем создает удивительно правдоподобное сочетание настоящего и виртуального миров. Прессу пустили походить по красной планете, они чинили розетку с виртуальными подсказками и видели, как трехмерные модели лепят прямо в воздухе. Управляется шлем голосом, взглядом и жестами. По отзывам журналистов, иллюзия очень плотно заслоняет мир. Через картинку пробиваются только его самые яркие элементы, такие как блики и отражения. Конечно, это не голограмма и не виртуальная реальность, а дополненная реальность. Или, как ее называют в Microsoft, смешанная реальность. Разработчики получат возможность пощупать ее руками уже этой весной. В отличие от обычных и уже знакомых головных шлемов Rift и Morpheus, в отличие от Kinect и даже от Google Glass, технология Microsoft HoloLens отчетливо показывает будущее, в котором больше нет телевизоров, нет мониторов и дисплеев. Представьте себе героев любимых игр рядом с вами, в комнате. Игровая индустрия может измениться уже очень скоро, причем до неузнаваемости. Microsoft предпринимает серьезные меры безопасности, чтобы уберечь секреты HoloLens. Устройство демонстрировалось прессе в подземном бункере, расположенном под кафе, а прессе разрешали взять с собой только бумажки и ручки. И эти меры оправдались. Несмотря на то, что устройство еще несколько месяцев назад по секрету показали многим журналистам, разработчикам и издателям игр, тайна продержалась до анонса. Однако теперь понятно, что информация об устройстве, хотя и небольшая, утекла еще в 2012 году, в документе на 56 страниц, где рассказывалось о планах Microsoft на будущее. Среди всего прочего там упоминался проект Fortaleza Glasses Wi-Fi — устройство дополненной реальности для PC и Xbox 720. Тогда консоль еще не называли Xbox One. Ну а полтора года назад прошла новость о том, что Microsoft патентует устройство дополненной реальности для сетевых игр. Тем не менее, у устройства HoloLens, что было показано журналистам, есть важное отличие от других. Оно автономно. Это не шлем, который нужно к чему-то подключать. И не очки, для которых нужен смартфон. Это самостоятельное устройство, которое имеет достаточно мощности, чтобы рассчитать и показать в движении виртуальный голограмм. И еще одна игровая новость из Редмонда. Microsoft встроит в Windows 10 персонажа серии Hello в роли виртуального помощника. Точнее, помощницы. Cortana — искусственный разум в женском обличье, помогавший герою с первой по четвертую часть Hello, уже был встроен в Windows Phone, чтобы стать конкурентом для Siri и Google+. Теперь она станет и интегральной частью Windows 10 и сможет помогать пользователю. Например, показывать фотографии за декабрь, предсказывать действия пользователя, включать музыку и даже давать советы, стоит ли завтра одеваться в плащ, чтобы не промокнуть. Изнутри, в свою очередь, Cortana будет изучать пользователя. И можно будет даже заглянуть внутрь ее виртуальных мозгов, чтобы узнать, а что именно она уже успела изучить. Sony показала обучение студентов на лекциях по PlayStation в Сеульском университете Sangman. В южнокорейском влоге компания показала, как выглядит аудитория и как в ней проходят занятия. Там действительно на столах стоят консоли, а студенты пользуются на уроках не ручками и бумажками, а игровыми контроллерами и иногда рулями. Ну а лекции в них читают известные разработчики. Вряд ли среди студентов Sangman наблюдается нехватка желающих учиться. Скорее всего, такие лекции и семинары учащиеся не прогуливают. The Elder Scrolls Online The Elder Scrolls Online лишается ежемесячной подписки. Новость не стала сюрпризом. Первые слухи поползли еще, когда разработчики тихо отменили шестимесячную подписку на игру. Теперь все официально. С 17 марта бегать в виртуальный Тамриэль можно будет бесплатно. Правда, никуда не делась стоимость самой игры, которую сначала нужно будет купить. Попутно проект меняет вывеску. Называться он будет «Тамриэль Unlimited». Нынешние подписчики обретут статус «плюс» с доступом ко всему загружаемому контенту и дополнительным ежемесячным порциям крон, новой внутриигровой валюты. При желании этот аналог подписки можно будет отменить и играть бесплатно или просто покупая кроны отдельно. На консолях нового поколения «Тамриэль Unlimited» тоже будет без подписки, как только выйдет. А релиз ожидается 9 июня. Ретро-магазин Good Old Games всерьез взялся за «Звездные войны». На неделе вышли сразу несколько цифровых релизов старых игр от LucasArts о далекой галактике. Боевые симуляторы серии X-Wing, несколько стратегий и аркадная стрелялка Rogue Squadron. Все игры работоспособны на современных системах и, что немаловажно, предлагаются без защиты от копирования. И почти все они впервые выпущены в формате цифрового релиза. Судя по намекам GOG, новые «Звездные войны» на подходе. Правда, было бы еще лучше, если бы это были полноценные ремейки или хотя бы улучшенные версии. Персонажам игр поссорятся, что подпоясаться. В очередной раз это доказывает студия Andrew M. Films. В ее новом видео скрестили оружие «Одинокий странник» из Фоллаута и «Давакин» с Крайнего Севера. Героя Фоллаут заносит в Тамриэль. Когда его пип-бой дает пип-сбой. Дальнобойное оружие оказывается сюрпризом для обладателя рогатого шлема. В свою очередь для странника сюрпризом оказывается драконья магия голоса, способная мгновенно изменить оперативную обстановку. Но тут на помощь приходит техника, а именно боевой режим ВАЦ. Когда же дело принимает серьезный оборот, оба героя старательно подкрепляются друг напротив друга. Странник проводит смелый маневр и вытаскивает Давакина на пустоши. Там у него не остается ровным счетом никаких шансов. Особенно против знаменитой ракетки, сделанной, как мы все помним, из листодува и пылесоса. Побеждает технология. Но из последних сил Давакин делает ход конем. То есть, драконом. Мистер Тивиков покусился на лавры Джей-Джея Абрамса и снял собственную версию современного боя на лазерных мечах из «Звездных войн». В далекой галактике, на далекой планете, на заснеженной лесной опушке встречаются два воина — светлый джедай и темный ситх. На глазах у маленького пугливого Джавы они вступают в бой за неизвестное содержимое ящичка. Но против тройного светового меча у джедая находится ответ. Немного поработав на конструкции своего оружия, он придает ему новую необычную форму. И вскоре сражение превращается в соревнование инженерной мысли, разумеется, с элементами игровой культуры. Красный меч против зеленого. У кого необычнее? У кого, не побоимся, этого слова длиннее? Маленький Джава, забыв про все, наблюдает за тем, как бой джедаев превращается в какой-то фестиваль светового искусства. А потом говорит свое веское слово на языке Джава. Данил, Данил, лампу и меч. Черт. Это лампу и меч. Молдску и лампу и меч. Молдску. Как у Дорфейдера. Самая загадочная новость недели. На спящей собаке найдено изображение. Чудесный образ знаменитого героя игры. Посмотрите внимательно. Ничего не замечаете? А если мы возьмем и повернем картинку на 90 градусов, обратите внимание на ухо. Вот оно. Узнали? Снэйк. Собственные персоны. Как такое возможно? Что это за чудо? Над загадкой появление героя Metal Gear Solid на ухе спящие собаки еще поломают голову британские ученые. Иногда, чтобы прославиться вкладом в игровую культуру, нужно всего лишь немного стиля. Ценитель кубических миров Евгений из Саратовской области получил свою порцию славы, построив в Майнкрафте гигантского робота-бендера. 50 тысяч кубиков. 24 часа ручной ювелирной работы. Все это автор заснял на движущуюся виртуальную камеру, а потом ускорил и выложил. Получилось нечто гипнотическое. Словно по волшебству робот понемногу появляется из небытия. Нога за ногой. Железная клешня за клешней. Металлический корпус. И в последнюю очередь голова. Бендер высотой в 250 метров попирает антенной небеса. Он сжимает в одной руке сигару, а в другой — бутылку. Спиртное ему необходимо в качестве топлива, ну а сигара придает солидности. И вот он, финальный результат. Зази Номбис, мастер реальных воплощений игровых предметов, по просьбам зрителей своего канала, сделал в Лего автоматическую турель из портала. Ее высота — почти метр. А для корпуса пришлось использовать множество белых и крупноразмерных деталей. В самом центре красного глаза — светодиод. Правда, конечности турели ее веса не выдерживали. Так что пришлось специально приделать к конструкции колонну для опоры и устойчивости. Легендарные карты из Counter-Strike 1.6 предстали перед нами в новом изометрическом виде благодаря инструменту Half-Mapper. Пыльные пустыни, где много лет подряд обезвреживали одну и ту же бомбу. Итальянские переулки, ацтекские храмы, промзона — все обрело необычный вид в стиле ретро. Легко представить новую игру в этих местах. Например, стратегию или пошаговую тактику, в которой противоборствующие стороны бегают где-то там, внизу. Half-Mapper работает не только с Counter-Strike, но и с оригинальной Half-Life. Вот они — те самые коридоры, залы, лаборатории, где молчаливый доктор Фримен с ломиком кидался на крабов из других измерений. Вот тестовый зал, где безумный эксперимент породил каскадный резонанс. Зараженные радиацией тоннели и скалистые ущелья среди гор — все это тоже могло бы стать игрой с видом сверху. Почему бы и нет? Дело за создателями модификаций. Фанаты серии Mario Kart с канала Amiigo воспроизвели в реальности боевой гоночный режим, в котором герои игры пытаются лопнуть друг у друга прицепленные к машинкам шарики. В качестве мишеней они взяли настоящие воздушные шарики, а вместо картов использовали радиоуправляемые машинки с прицепленным к каждой оружием. Небольшое вступление, чтобы убедиться, что палочки достаточно острые, и вперед, в бой. Идея оказалась вполне работоспособной. Оба игрока дрались, словно львы, словно средневековые рыцари на турнире. Кто останется с шарами, а кто без? Интрига сохранялась до последнего. Десятки аниматоров объединили усилия и создали Rave Fortress, машиниму, в которой герои Team Fortress 2 старательно и вдохновенно отжигают кто во что гораст. Поскольку каждый автор привнес в видео что-то свое, здесь царят безумие, пестрота и смешение стилей. От хип-хопа и танцев в стиле робота до плясок в присядку. Ну а пока герои команд Red и Blue показывают лучшие танцевальные движения, мы переходим к традиционной рубрике трейлеров. Британские джентльмены против оборотней. В преддверии февральского релиза Sony показала сюжетный ролик The Order 1886. Bethesda сопроводила новости о грядущей отмене подписки на The Elder Scrolls Online кинематографическим роликом с дуэлями среди руин и подземелья. Firaxis и 2K показали первый художественный трейлер Sid Meier's Starships пошаговой космической 4X-стратегии для PC, Mac и iPad. Игровой процесс дополнения Exo-Zombies для Call of Duty Advanced Warfare на неделе показала Activision. В своей обычной самопародийной манере создатели Saints Row 4 рассказали обо всех достоинствах дополнения Got Out of Hell, не забыв упомянуть и о побочных эффектах. И проникают в больше мест. Вот это сильно. Проникают в больше мест. Вот Алексей просил мои комментарии. Вот он мой комментарий. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok